У меня вопрос такой, вот опишите просто порядок действий, к вам пришел товар, что вы дальше делаете? Вы встречаетесь с чем-то, смотрите с чем-то? Да, с хаба приходит машина, фура, да, у нас идет размещение товара, проверяется целостность упаковок, срок годности, серийный сертификат. Срок годности проверяете? Обязательном порядке, потом накладные сверяются, товар размещается на операционном складу распределительном и потом менеджерами расписка идет, пара снарядки, в соответствии с разнарядкой отгрузка идет на медицинскую организацию области. Объем какой у вас здесь вообще склада? Сколько можете хранить здесь? Ну, данный склад предназначен для хранения месячной потребности. Месячная потребность в каком количестве? Не в день его? Потому что вопрос возникает у нас сразу же по состоянию, на такое-то число у нас хранение идет в денежном эквиваленте. Нас интересует в количественном, не в качественном, а в количественном эквиваленте, сколько тонн, сколько наминований продукции. Батура? Да, потому что нас интересует в основном вот здесь. Ну, видите, данный склад не предназначен для длительного хранения. Тут как бы определенно зафиксировать невозможно, потому что товар на ваших глазах уходит. И так же приходит. Сегодня после обеда еще одна фура придет с Астаны на 1,8 миллионов. Они сразу же размещают товар и сразу же с колес грузят и увозят сразу в медицинскую организацию. Максимальный хранения какой у вас? Здесь? Ну, две недели. Две недели, да? Двухнедельный запас, да? Да. Ну, как бы это все пополняется. Дальше потом было написано о том, что в справке было написано о том, что с 1 декабря вы будете делать, формировать объем на 2021 год. То есть я понимаю, это на 2-3 месяца будет формироваться. Потому что в январе пока сформируют бюджет, пока его посадят, пока объявят в ГУЗУ. С 1 декабря на 2021 год это уже будут поставки лекарственных средств на 2021 год, которые медицинские организации... Получается, у вас здесь будет храниться больше... У нас не будет, у нас не будет храниться, хранится в ХАБе, да. А вы заявки просто оформите на ХАБ? И ХАБ будет вам доставлять просто как по потребности? Нет, видите, у нас интегрированная программа Эфис, она в ХАБ сразу ведет на наш регион, сколько количество медицинских организаций, какая потребность у них в месяц. По графику поставки, например, январь месяц. И она сразу начинает отгрузку к нам, мы тут размещаем и увозим сразу на медицинскую организацию. Как вы только увезли, система уже видит, что у вас... Свободный расход, да, и вот и пошли. Получится, что мы хотим систему изменить. Не то, что в предыдущие годы, когда у нас на 1 января недостаток есть лекарств, в связи с тем, что у нас не разыграны тембера, не освоен бюджет. Мы, с вашей стороны, будем видеть на 1 января достаточное количество обеспечений в больнице? В данный момент уже идет закуп на 2021 год. Первые поставки, как и было известно на 1 декабря, будут уже поставлены в ХАБы, формироваться. И до конца декабря уже в основном первый квартал 2021 года уже будет. С инсулином, да? Перебоя с инсулином нет. Вот мы уже как бы это все отработали, потому что уже есть тот объем, который востребован для региона, чтобы удовлетворить потребности всех наших лиц. На сегодняшний день вы можете сказать, какой объем на 2020 год, за 2 месяца, получается, ноябрь, декабрь, какой объем необходим? Уже известен этот? Сколько наименований продукции необходимо и в каком примерно денежном эквиваленте это все? Видите, непосредственно каждая медицинская организация... Год-то заканчивается, мы понимаем, что год заканчивается и у вас уже как бы картина должна быть известна. То есть закупки уже прошли, я понимаю, потому что финансовый год заканчивается и, соответственно, у вас должно быть картина как бы ясная. Что у вас осталось? Сколько? Догрузить до конца года? До конца года, да. Ну, на хабе у нас среднемесячные мы потребность свою знаем, регионы, и на хабе это уже как бы объем стоит. Если где-то что-то экстренно, это медицинская организация делает дополнительную заявку, мы в течение суток-двух уже на склад поставляем, если там экстренно где-то что-то. С просрочкой бывает, нет? С просрочкой товара нет. Судя по тому, какую информацию нам сейчас предоставили, ситуация у нас находится вот именно под контролем. Дело в том, что та система закупа необходимого медицинского средств на Акмолинскую область, которая происходит, и та система закупа, где складируется на общем хабе в городе Нур-Султан, и здесь идет распределение уже непосредственно по 49 медицинским учреждениям Акмолинской области, оно позволяет прозрачно отнестись именно к расходованию бюджетов. Она позволяет наблюдать, ну судя по той информации, которую нам предоставили, мы сейчас реально видим о том, что необходимый запас лекарственных средств на лечение амбулаторного, стационарного, он обеспечен, идет подготовка к обеспечению на случай второй волны коронавирусной инфекции. И, ну судя по всему, мы сделали какие-либо работу над ошибками, не сделали, СК-формация сделала какую-либо работу над ошибками для предоставления именно должного обеспечения лекарственными средствами нуждающихся больных в нашей области. Вот, и цель, мы преследуем цель для того, чтобы было прозрачно распределение бюджета, выделенного Министерством здравоохранения, для того, чтобы можно было отследить необходимый запас лекарственных средств. Ну вот так.